Всем привет! С вами автор проекта iHouse Thermo Plus Олег Кузьмичев. Сейчас мы выпустим на нашем канале серию выпусков про утепление пир-плитами. То есть мы покажем, как правильно утеплять, потому что очень многие делают ошибки, потому что все-таки пир-плита это у нас сэндвич-панель с обкладкой, в нашем случае стеклохолст. И с ними работать это не как с пенопластом, не как с эксклюзированным пенопластиром, не как с минлатой, немножко по-другому. Но вы все это увидите. Также в каждом видео мы будем показывать какие-то технические решения, как лучше утепление сделать дома. Далее сразу будем рассказывать про плюсы и недостатки. То есть серия видео выйдет примерно 4-5 частей. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчики оповещения. Поехали! Перед тем, как начать делать утепление, нам надо выровнять стены. Не всегда у нас стены идеально ровные. И вот надо нанести слой штукатурки. Если у вас стена идеально ровная, то в принципе наносить слой штукатурки не нужен. Но если есть перепады, нам обязательно этот слой нужно сделать. Это для качественного утепления. Если у вас большие перепады и вы будете делать на липухе, на замкнутые воздушные прослойки там какие-то, то вы не сможете никогда проследить, как она все это сделана. На липухах это однозначно у вас будет между утеплителем и стеной негативная конвекция. То есть будет подсос воздуха снизу за утеплителем и будет уходить вверх. То есть такое утепление будет работать неэффективно. И перед этим надо сделать вот такую поверхность. Вторым этапом, что нужно сделать? Это надо делать теплые откосы. Это перплита 50 мм. Вот у нас сделаны теплые откосы. Вот здесь он еще не законченный. То есть сразу надо проектировать дом. Проектировать дом, оконные проемы, дверные проемы наружные на ширину 100 мм. Если 50 и 50 сверху, 50 и внизу 50, ширина, высота везде на 100 мм должна быть выше. После этого, когда вы наносите теплые откосы, сразу давайте вам покажу. Их надо делать вот с таким зазором. Вот с небольшим зазором. Этот зазор потом запенивается. Далее у нас сюда приклеивается перплита под гребенку. И у нас немножко зазор даже еще будет больше. После того, как нанесли сетку, этот зазор запенивается. Вот вы видите, здесь перплита уже приклеена. Кстати, желтеет очень быстро. Но это ничего страшного. И у нас получается, что... Вот такой зазор. Запенивать его сразу не надо, пока мы не сделаем откос сеткой. Сетка вставляется туда. Здесь также сетка шпаклюется. И только потом эти места запениваются. Обратите внимание, что количество грибов очень минимальное. Наверху, смотрите, замок. Вообще все сделано. Все стыки, все в замок. Это потом отрезается. Там тоже замок сделан. Я вам покажу в дальнейшем. Здесь приклеили на неделю позже. У нас были дожди. Как отличается по цвету перплита. Здесь перплита используется толщиной 120 миллиметров. Для московского региона это самый идеальный вариант. Также можно использовать и 100 миллиметров. Но надо использовать перплиту именно в один слой. Почему именно в один слой? Смотрите, у нас замки. Замки есть. Эль-кромки. То есть мы делаем это монолит. Все это пропенивается. Если мы сделаем в два слоя, то фактически наружный слой надо также приклеивать под гребенку. Под гребенку на утеплитель к утеплителю. Если делать просто на пену, то расширение пины, какая там шикарная пина не будет, которая там пишет, 30 секунд и она там все расширенится. У вас будет здесь зазор. То есть сейчас покажу, как будет выглядеть зазор. Тем более есть стыки. Неровности. 100% ровно вы не сделаете. Это выравнивается потом шпаклевкой. Вот. Видите? Вот эти маленькие зазорчики. Если мы оставим вот такой зазор, то фактически наружный слой утеплителя работать не будет. То есть он здесь может так, потом он переходить по этому зазору вверх. Будет негативная конвекция. И когда вы приклеите на пену, то у нее идет расширение. И вот эту плиту то сюда ведет, то сюда ведет. То есть пена, на самом деле, это очень дорого, чтобы все пропенить. Фактически пены для пенопауретана, если все пенить, это можно сделать. Но это должны быть очень качественные руки. Грибов очень много. Надо, чтобы это все сразу затягивать. То получается одного флакона пены хватит нам на 3-4 квадрата метра. Итак, у нас получается, надо выровнять стены, если они неровные. Далее нам вставить надо сразу приклеить теплые откосы и потом начать утеплять. Но мы начинаем еще утеплять сокольные части. И вот сокольную часть, сокольную часть, если она там неровная, там гидроизоляция какая-то, ее можно, можно нижнюю часть приклеить именно на пену. Но сразу говорю, расход очень большой. То, что написано на флакольчиках, как там надо применять, по большому счету, это просто неверно, это просто вы прикрепите. Вот нижний ряд, нижний ряд у нас приклеен на пену. То есть, еще ниже у нас, ниже, там экструдированный пенопластирол 100 мм. К нему сразу делаем экструэта пир плиту 100 мм. Здесь у нас получается зазор небольшой. Вот. И у нас, заметьте, нет никакой стартовой планки. Вот. Мы вырезали везде замок уже, никакой стартовой планки нету. То есть, у нас нету мостиков холода. То есть, монолитная такая конструкция утепления из пир плит. Для чего это называется, кстати, западающий цоколь? Почему вот эта система, она лучше западающего цоколя? Потому что, вы, кстати, сразу говорю, адгезия к этому материалу из-за того, что стеклохолст очень великолепная. Я вам покажу, как мы отрывали от бетона, от потолка видео дополнительно. То есть, сюда хорошо приклеить именно камень. Любой декоративный вот на эту поверхность уже клеится. Единственное, внизу, внизу вот эту часть. Тут она не очень глубоко, примерно где-то 250 мм. Надо заделать, желательно вообще мастикой. Потому что вот этот материал, он тоже не держится. гидроизоляция не держится, наплавляя, наплавляйка, она не приклеивается к этой, хотя там было промазано праймером. Для чего это делается? Вот этот слой, тонкий, он набирает воду. Если у нас будет здесь отмазка, не дай бог, она будет подсасывать воду через вот этот тонкий слой, то получается, у нас будет попадать в камень, и его будет весной-осенью рвать влага. Далее. То есть, опять вернемся к этой части. Почему она очень это актуальна и интересна? Это вот здесь 120 мм, здесь 100 мм. Интересно тем, что у нас будет камень внизу. Нам, опять же говорю, не надо никаких тут козырьков делать. Это будет выглядеть намного эстетично. И самое главное, на нем не скапливается снег, влага. В осенне-зимний период нету там таяни снегов, и он не разваливается. То есть, это фактически у нас защита. Потом вот сеткой все делаем. Далее. Перплиты. Заметьте, что на каждую перплиту хватает всего лишь одного зонтика. Зонтики у нас тут тоже особенные. Это грибы. Это грибы отдельно. Вам видео покажу. Что-то отдельно про грибы сделаю. Это грибы ввинчиваемые. То есть, они ввинчиваются с помощью специальной машинки. Для чего, кстати, делается закрываемое? Первое. Это у нас снижаем теплопотери через грибы. Гриб 1 дает 5 квадратных сантиметров вокруг себя теплопотерь. И второе. Это у нас не будет здесь никогда высолов. Многие что делают? Делают, высверливают отверстие, накидывают сюда это клеевой состав. И у нас получается более толстый слой. Чем толще слой, тем больше вероятность, что у вас в этом месте появятся высолы. Высолы, это возможно вы видели, обратите внимание, есть на зданиях, особенно на темных, видно там белые или темные пятна. То есть, слой штукатурки вот по этой перплите он должен быть не более одного сантиметра или десяти миллиметров вместе с сеткой. И здесь у нас он будет то же самое, точно такой же. Вот, кстати, венчивые грибы. Венчиваются они вот за счет вот этого механизма. Сам гриб, сам гриб у нас имеет термоголовку. Сейчас покажу. вот такой гриб и у него металлическая часть заканчивается вот здесь. кстати, сразу с помощью утеплителя, вы если заметили, у нас есть выступающие части. их делать лучше, немного больше. Потом подрезать, вот как здесь. Видите, у нас уже здесь все ровненько получается. Это у нас будет готовый откос. Ой, готовая четверть, извиняюсь. Готовая четверть. Сюда прижимается окно и в принципе у нас вот это окно, оно уже сформировано. так что, когда вот будут вырезать вот так криво, лучше вырезать криво, но с запасом. И потом это все формировать. Вот сейчас еще покажу одно окно сделано. Уже готовое, сформированное. А вот наши работники сели пообедать. Это у нас Андрей, бригадир. Андрей, помаши рукой. Всем привет, передай подписчикам. Всем привет. Всем привет, мой аппетит. Опять же, вернемся давайте к цокольной части. Вот тут пример, как это все сделано. Видите, вот этот выступ. Что нужно, как лучше сделать вот эту ровную, идеальную стартовую планку. То есть, вы можете очертить утеплитель по лазерному нивелирову вечером, везде по кругу, подрезать его, срезая вот это, чтобы у вас была более гладкая поверхность. И уже вот в этой плите, которая 120 миллиметров, вырезаете вот такую кромку. То есть, фактически у вас вот эта часть ровная, у этой части тоже ровная. Мы единственное, вот эту выступающую часть запускаем сюда. Здесь она немного выше, здесь у нас на самом деле немного ниже, потому что здесь у нас балкон начинается. Здесь, в принципе, плиты перплиты немножко подняты, подняты выше. Обязательно все надо запенивать. Нижняя часть у нас там получается именно гидроизоляция, и вот эта нижняя часть, она вся у нас именно спиной. Внизу, внизу, заметьте сразу, если вверху у нас один гриб, то здесь два гриба надо. Потому что, если вы там наложили с обратной стороны пину, то ее начинает выдавливать расширение. Потому что пина, все-таки, если выдержать там где-то две-три минуты, она становится такая более упругая, более жесткая. Если, кстати, вы передержите пину, вы его вставить до конца не сможете. То есть, та поверхность вот здесь, везде на пине, вот эти два ряда. и чтобы ее не выдавливало, сразу надо прикручивать грибами сразу. И идти, идти. Вот это приклеили. То есть, порядок такой. Замеряете, высверливаете компрессором, выдуваете пыль, потому что нужен обязательно компрессор, чтобы выдуть пыль. делаете слой с обратной стороны пины. Сплошняком практически все надо проклеить, особенно в районе грибов, чтобы грибы не упирались в пустоту. Затягиваете это все сразу. И уже следующий ряд. Лучше вставлять не вот так отсюда, а именно сюда. Вы вставляете сюда в замок. Замки тоже все пропениваются. Как бы вот так. И у вас она уже друг друга держит. вы здесь опять один, второй гриб. Первый затягивайте, этот, второй, вот этот. Вот такая технология. Если вы без грибов сделаете и просто приклеите, то они у вас начнут ходить ходуном. Одна подаст вперед, другая назад, потому что пина имеет расширение. Также если у вас есть винти это подпольная часть, или цокольный этаж, очень легко можно вырезать вот такие отверстия. Тут у нас отверстие на 160, чтобы потом вставить сюда трубу на 125 и все это трубу запенить в оболочку, чтобы она не соприкасалась вот именно с бетоном. То есть вот такие вещи, они легко вырезаются. Кстати, перплита очень легко поддается резки и вот такой шлифовки. Обыкновенная пила с мелким зубом. Это плюс в принципе перплит. Есть, конечно, у них недостаток, но я вам скажу про этот недостаток чуть позже. по поводу как работать с перплитами, обработка их. Вот смотрите, очень легко просто режется четверть. То есть поверхность уже идеально ровная получается у нас. Нету как у экструзивного пенополистирола вот этих задиров. То есть перплита обрабатывается очень легко. То есть любые замки нарезать на ней не составляет труда. С пенопластом же работал? Да. Как там режется? плохо. А здесь еще одна особенность приклеивания перплит в районе откосов. То есть вот эта часть, вот эта часть, вот эта часть, где у нас теплый откос, она клеем не мажется. То есть когда мы наносим на перплиту клей, то мы здесь с обратной стороны делаем линию. Для чего? Чтобы клей не наносить вот на эту поверхность. Это первая линия примерно где у нас резать четверть. То есть мы берем с запасом. Вторая линия там тоже нарисована. И вот у нас так получается. Видите? Она приклеена, у нас нету никаких воздушных засетов, прослоек. Дальше здесь еще будет наноситься пина, склеиваться между собой. То есть мы получаем монолит. вот с этой стороны то же самое. Кстати, у перплит есть недостатки. И про эти недостатки немного поговорим. Пирплит так как всю информацию невозможно уместить в один 20-минутный ролик, эти ролики будут разбиваться на несколько частей. Так что с вами я не прощаюсь. С вами был автор проекта iHouse Термоплюс Олег Кузьмичев. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров